Здравствуйте, уважаемые студенты! Данная лекция посвящена основным постулатам синтетической теории эволюции. Вы прекрасно знаете, что на Земле обитают многочисленные виды животных, растений и микроорганизмов. Каждый вид довольно хорошо адаптирован к условиям своего существования. Как же возникла жизнь на Земле? Как объяснить бесконечное разнообразие живых форм, их удивительную приспособленность к среде обитания? Эти и другие вопросы издавна волновали человеческий разум. Зачатки эволюционных идей появились еще в трудах античных философов и мыслителей Древнего Востока. Их представления касались эволюции всего мироздания и биологической эволюции в частности. Существует множество определений термина эволюция. Согласно которым эволюция, а эволюция происходит от слова развертывание, это необратимый постоянный исторический процесс изменения живых организмов, связанный с их приспособлением и развитием в изменяющихся условиях окружающей среды. Также можно дать следующее определение. Биологическая эволюция – это естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом. Краткая суть этого определения заключается в том, что условия на нашей планете постоянно меняются. Это может быть климатические изменения, изменения солнечной активности, все возрастающее антропогенное влияние. И чтобы выжить, надо приобретать новые свойства. Как приобретаются новые свойства? За счет перестроек в генетическом аппарате. То есть существуют молекулярно-генетические механизмы, которые тем или иным образом позволяют организмам повысить их адаптивность, приспособленность к окружающей среде. Если организмы хотят продолжать свое существование, им приходится рано или поздно приобретать новые адаптации. Если они этого не могут делать или не успевают это сделать, если условия среды мяса слишком быстро, то данные организмы вымирают, оставляя место под солнцем более приспособленным, более успешным. Опять-таки, эволюция идет постоянно. Эволюция необратима. И сказать, что один вид более адаптирован, это неверное утверждение. Мы можем говорить, что данный вид, который существует сегодня, адаптирован к текущим условиям окружающей среды. И, возможно, уже завтра его адаптации будут уже недостаточны, чтобы выжить. Гипотезы, предполагающие возможность эволюционных изменений, в принципе, объединялись под идеями трансформизма и креационизма. Впервые научную обоснованную теорию эволюции разработал английский исследователь, всемирно известный исследователь Чарльз Дарвин. Дарвиновское учение – крупнейшее достижение естественного знания прошлого столетия, в связи с чем всю историю эволюционных идей делят на два больших периода – до Дарвиновский и после Дарвиновский. Как я уже говорила, эволюционные взгляды глубокой древности были выдвинуты рядом античных философов. И всем известный философ Аристотель утверждал, что вся материя развивается от простой к более сложной. Дальнейшее развитие эволюционных взглядов шло в тесной ассоциации с социальным и экономическим устройством общества твой времени. И мы можем выделить несколько этапов направлений биологической и Дарвиновской мысли, обозначенные как креационизм, противоречащий ему трансформизм и эволюционизм. В период Средневековья сущность мировоззрения отражал креационизм. Креационизм от английского creation, создания, утверждал возникновение мира, живой и неживой материи в результате акта божественного творения. С ним связана идея неизменности всего сущего. Естественно, такое учение сформировалось под влиянием церкви и даже существуют сегодня есть ученые, которые до сих пор придерживаются позиции креационизма. Противоречие креационизму сформировался трансформизм. Наступила эпоха Возрождения, были совершены ряд открытий, была изучена природа, ученые открывали все новые и новые виды растений и животных и появилось учение об изменяемости видов и естественном превращении живой природы. Кроме того, появилась потребность привести знания в систему, разработать классификацию растительного и животного мира, чем, собственно, занялся всемирно известный шведский врач и натуралист Карли Ней. Та таксономия, которой вы сегодня пользуетесь, как раз была предложена им и, в общем-то, составлена достаточно точно для того времени. Следующее направление в эволюционном учении было названо «Эволюционизм». Дадарвиновский период оканчивается трудами небезызвестного французского ученого Жана Батиста Ламарка, который соединил элементы эволюционистских мировоззрений в первую теорию эволюции. Именно он ввел первым термин «эволюция» и предпринял первую попытку научно обосновать теорию эволюции, которая, к сожалению, потерпела неудачу. Главной заслугой Жана Батиста Ламарка является то, что он утвердил идею поступательного развития органического мира от простого к сложному. Постепенную прогрессию и осложнение организации живых существ ученый назвал градациями. Признавая возможность трансформации одних видов в другие, Ламарк изобразил градацию в виде лестницы органических форм. На низших ступенях ее располагались примитивные представители, вышестоящие занимали переходные формы, а завершающие ступень – наиболее сложно организованные. Градации Ламарка, в общем-то, правильно отображали общий ход исторического развития живой природы, однако ученому не удалось научно раскрыть движущих факторов эволюционного процесса. Однако, несмотря на насвежки своих оппонентов, Жан-Батис Ламарк верно указал, что эволюция имеет прогрессивный поступательный ход, изменчивость носит всеобщий характер, и движущие силы эволюции Ламарк верно считал адекватное прямое влияние среды. Однако, он считал, что животные могут натренировать различные части тела и приобрести нужные признаки. Понадобилось еще 50 лет в истории науки, чтобы с научной точки зрения доказательно описать тенденции развития живых организмов. Ученый, которому впервые это удалось, является Чарльз Дарвин. И этот период изучения эволюции так и возжел в историю под названием дарвинизм. В 19 веке в странах Западной Европы, особенно в Англии, идет бурное развитие капитализма, что стимулировало развитие науки. Спрос промышленности на сырье, рост населения городов и необходимость увеличения количества продуктов питания способствовала развитию селекции. Путем гибридизации отбора создаются новые породы домашних животных и сальта культурных и декоративных растений. Эти данные селекции Чарльз Дарвина использовал при создании учения в естественном отборе. Кроме того, французский ученый Жан Кувье создал палеонтологию, заложив основы геохронологии. Им были накоплены многочисленные данные сравнительно анатомии и морфологии, которые указали на единый план строения позвоночных. Исследования в области сравнительной амбрионологии Карла Бера указывали на единство происхождения хордовых животных. На ранних этапах развития животные зародыши имели удивительное сходство. Клеточная теория Теодора Швана убеждала о единстве происхождения животного и растительного мира. Чарльз Дарвин изучал медицину в Эдинбурге, теологию в Кембридже и получил степень бакалавра. Натуралистическое образование он получает под руководством известных ученых. И в 1831 году он совершает кругосветное путешествие на корабле Бигль в качестве натуралиста, собирая при этом обширные зоологические, ботанические, палеонтологические и геологические коллекции. Во время путешествия он делает очень важные для себя выводы. По возвращению Англии он пишет пятитомный труд, в котором обращают зоологические и геологические результаты экспедиции. В 1954 году Чарльз Дарвин приступает к работе на теории эволюции и начинает писать большой научный труд. Уже к 1858 году он написал уже 10 глав. В июне 1958 года Чарльз Дарвин получает рукопись своего соотечественника Уолиса, который тот формирует принцип естественного отбора. В 1959 году Чарльз Дарвин публикует краткое излечение из задуманного большого труда по исхождению видов путем естественного отбора. Приоритет создания теории эволюции был признан за Дарвином. И в 1875 году появилась книга «Дарвинизм», которую издал Олес. Отсюда и пошло название теории эволюции «Дарвинизм». Основная заслуга Чарльза Дарвина состоит в объяснении развития природы действия только естественных законов. Он расширил движущие силы эволюции органического мира. На вопрос, как возникло многообразие пород домашних животных и сортов культурных растений, он нашел ответ. Человек их создал на основе наследственной изменчивости искусственного отбора. Согласно Чарльзу Дарвину, эволюция – это приспособительный процесс к постоянно меняющимся условиям среды, осуществляемой путем естественного отбора. Материалом для эволюции служат наследственность и изменчивость. Виды растений и животных непостоянно способны меняться. Подтверждением изменчивости органического мира служат палеонтологические находки, а также данные эмбриологии и сравнительной анатомии. Чарльз Дарвин разделил всю наблюдаемую в природе изменчивость на определенную, неопределенную и коррелитивную. Эволюционное значение этих форм изменчивости, как отметил Чарльз Дарвин, было совершенно неоднозначным. Для доказательства эволюционного развития Чарльз Дарвин использует материалы палеонтологии и говорит о геологической последовательности органических веществ, а также о географическом распространении видов. Данные доказательства, которые использовал Чарльз Дарвин, до сих пор используются при изучении и формировании современной синтетической теории эволюции. Итак, какие же доказательства подтверждают теорию эволюции? Палеонтологические, то есть обнаружения ископаемых, сравнительно анатомические, эмбриологические, биогеографические, данные генетики, данные биохимии и, конечно же, данные молекулярной биологии. Основные положения эволюционного учения по Чарльзу Дарвину заключаются в том, что все виды живых существ, населяющих Землю, никем не были созданы, в отличие от креационизма. Возникнув естественным путем, виды медленно и постепенно преобразовывались и совершенствовали в соответствии с окружающим условием. Факторами создания сортов и пород являются наследственная изменчивость и искусственный отбор. Факторами, приводящими к образованию новых видов в природе, являются наследственная изменчивость и естественный отбор. Борьба за существование – это сложные многообразные отношения организмов между собой и с условием внешней среды. Неизбежность борьбы за существование вытекает из противоречия между способностью организмов к неограниченному размножению и ограниченностью жизненных ресурсов. Возможность достичь половозрелого состояния выпадает на долю лишь немногих особей. Итак, пожалуйста, обратите внимание на виды борьбы за существование. Существует внутривидовая борьба, то есть конкуренция за воду, еду, территорию, за половых партнеров и так далее. Классическим примером является конкуренция волков в стае, брачные игры животных и, конечно же, в человеческой среде тоже наблюдается внутривидовая борьба. Кстати, внутривидовая борьба, которую мы часто называем конкуренцией, является самой жестокой по сравнению с остальными формами. Следующий вид борьбы за существование – это борьба с неблагоприятными условиями окружающей среды. Бывает так, что случаются природные катаклизмы, внезапное оледенение, засуха, землетрясения, вулканические извержения и так далее. И, конечно же, классическая межвидовая борьба по типу хищник-жертва. По сути, организм, который брождаются на нашей планете, испытывает все три вида борьбы за существование. То есть мы должны бороться, чтобы выжить. Я думаю, что вы слышали это неоднократно. И, конечно же, вы все столкнетесь с этими формами борьбы, если не столкнулись, когда уйдете во взрослую жизнь. То, что мы называем внутривидовой борьбой животных, у людей называется конкуренцией. Поверьте, конкуренция бывает очень жестокой. Поэтому вам надо, естественно, если мы имеем в виду профессиональную конкуренцию, вам надо иметь преимущество в виде знаний. И, конечно же, самый главный постулат, который до сих пор верен, как и постулату о борьбе за существование, это то, что следствием борьбы за существование является естественный отбор, который приводит к выживанию наиболее приспособленных к особи. Обратите внимание, Чарльз Дарвин не говорил, что выживает сильнейший. Он говорит, что выживает наиболее приспособленный. Приспособленный к чему? К текущим данным условиям окружающей среды. Будет ли он приспособлен к им завтра, это неизвестно. Естественный отбор сохраняет особи с полезными в данных условиях среды наследственными изменениями и устраняет особи, не имеющих этих изменений. То есть те, кто может приспосабливаться, те, кто с точки зрения природы имеет шанс выжить, те и оставляют свое потомство. И бывает так, что организму по сути просто повезло, сильный здоровый организм погибает, а менее сильный и здоровый, даже больной организм получает шанс на оставление своего потомства. Здесь бывают очень интересные результаты естественного отбора. Но я думаю, что суть вы поняли. Организм проходит три формы борьбы за существование. Если он выживает, достигает половозрелого возраста, природа считает, условно считает, что его гены полезны, то есть его гены позволяют ему выжить, и он получает право оставить потомство. Чтобы мы хотели бороться, у нас существует инстинкт выживания. То есть мы боимся, у нас есть страх смерти, все организмы хотят по сути жить и размножаться. То есть жизнь устроена достаточно хитрым способом. То есть у вас по сути нет шансов не вступить в эту борьбу, это будет считаться отклонением. Вот эти два постулата о борьбе за существование и о естественном отборе до сих пор актуальны и до сих пор находятся в составе постулатов синтетической теории. И несмотря на то, что человек является уникальным видом, имеет возможность по сути неограниченному искусственному отбору, на него все равно, на человеческую популяцию все равно действует естественный отбор. Итак, более подробно о формах естественного отбора. Он бывает движущий, стабилизирующий и дезруктивный или разрывающий. Итак, движущий отбор приводит к образованию организмов с новыми средними значениями, то есть новыми нормами реакции. Стабилизирующий – это самый частый вид отбора на сегодняшний день, приводит к устойчивой однородности популяции, то есть все популяции по сути одинаковые. И дезруктивный или разрывающий образуются два или более фенотипа, которые приспособлены к разным условиям среды или к разным эко-нишам. Достаточно редкий отбор в настоящее время. Остановимся более подробно на формах отбора. Итак, движущий отбор – это форма естественного отбора, которая действует при направленном изменении условий внешней среды. То есть были одни условия среды, потом они начали меняться. Было тепло, стало холодно. Был длинный световой день, стал короткий. Был чистый воздух, стал загрязненный и так далее. Было много лесов, стало мало. Примером действия движущего отбора, классический отбор, который привел, по сути, пример, которого привел Чардарин – это индустриальный меланизм у насекомых. Есть такая бабочка, которая называется березовая пяденица. И до промышленной революции, до того, как люди начали сжигать в огромных количествах уголь, когда стволы деревьев в Англии были белые, встречался светлый фенотип. После того, как началась промышленная эволюция, Англию затянул слумок, стволы деревьев потемнели, светлых особей начали склевать птицы и начал преобладать более темный фенотип. То есть там, где экологическая ситуация близко к нормальной, преобладает светлый фенотип. Там, где деревья загрязнены выбросами, преобладает темный фенотип, который раньше встречался гораздо реже. Классическим примером движущего отбора также является антибиотикорезистентность микроорганизмов. Раньше, когда был открыт пенициллин, ученые торжествовали. По сути, андин-антибиотик решает все проблемы. Сейчас у нас 5 классов антибиотиков, и мы в ужасе ждем, когда появятся микроорганизмы, а появятся они достаточно скоро, которые устойчивы ко всем 5 классам. Мы не знаем, что делать дальше, потому что мы не можем так быстро создавать антибиотики. Именно поэтому, когда врачи говорят, что нельзя употреблять антибиотики, вы будете своим пациентам говорить, что нельзя употреблять антибиотики без назначения, и неправильно, не по назначению, то есть малое количество дней. В этом заложен смысл. Если вы неправильно применяете антибиотики, вы учите бактерии их разрушать. Почему? Потому что бактерии живут гораздо быстрее нас, у них быстро накапливаются мутации, и этими мутациями, вновь возникшими плазмидами, они очень активно делятся. То есть это более грустный пример движущего отбора, который тоже существует в настоящее время. Стабилизирующий отбор. Стабилизирующий отбор, я уже говорила, что это наиболее частая форма. И он направлен на поддержание ранее сложившего среднего значения признака или свойства. Он действует там, где условия жизни длительное время остаются постоянными. Организмы уже приспособились к жизни в этой среде. То есть это по сути противоположность движущему отбору. Здесь, еще раз вернусь, здесь необходимо было приобрести темную краску. Потому что среда изменилась, и надо было быстро что-то делать. Антибиотики убивают бактерии. Бактерии у них тоже, очевидно, заложено стихонознажжение и выживание. Они хотят жить, и они хотят приспосабливаться к окружающей среде. То есть они вынуждены это делать, их заставляют. Здесь же все наоборот. Организм изначально был хорошо приспособлен к окружающей среде. Можно сказать, что по сути ему повезло. Классические примеры – медуза, акулы, крокодилы. Можно сказать, что они изначально были достаточно удачно созданы природой. И вписывались сразу и вписываются до сих пор в свою среду обитания. То есть им наоборот не надо меняться. Среда не меняется, пока не меняется. Им меняться не надо. Если ты вдруг захочешь измениться, выйдешь за рамки нормы реакции, то по сути ты будешь элиминирован. То есть ты не оставишь потомство, потому что ты погибнешь. То есть здесь среда говорит, что меняться наоборот не надо. Среда неизменно. Водная среда, допустим, неизменно она достаточно долго. И поэтому организму меняться не надо. У него изначально были приспособления. Ну, может быть, какие-то минимальные изменения были, но кардинальных изменений, в общем-то, за тысячи лет с этими организмами, можно сказать, что не произошло. В человеческой популяции тоже действует стабилизирующий отбор. Если вы придете в магазин, можете обратить внимание, что больше всего одежда продается именно размера М. Ну, это так, чтобы вас немножечко разгрузить, потому что лекция достаточно сложная. Классический пример, который также иллюстрирует стабилизирующий отбор, когда ученый Бэнкс в той же Англии собирал замерзших воробьев. Он принес домой более 100 замерзших воробьев в холодную зиму и увидел, что те воробьи, которые обрадали средними размерами тела, то есть, которые имели медиану по норме реакции, вот они и выжили. Воробьи, которые имели низкую массу тела, они имели достаточно жировые прослойки и имели повреждения необратимых внутренних органов из-за холода, а сильно большие воробьи не находили достаточно пищи в это время. Дизруктивный отбор Эта форма отбора осуществляется в тех случаях, когда две или более генетически различные формы обладают преимуществом в разных условиях, например, в разные сезоны года. Хорошо известен случай с преимущественным выживанием в зимний сезон красных, а в летних сезон черных форм двухточечной божьей коровки. Также Чарльз Даллин приводил пример, когда он приезжал на Галапагоские острова, он увидел, что на этих островах существует два типа жуков, у которых имеются очень сильные мощные крылья и бескрылые особи. Почему? Потому что на Галапагоских островах дуют очень сильные ветры, и жуки с сильными крыльями могут летать против этого ветра. Если у жуков нет крыльев, то они от ветра вообще не зависят. Если на острове появляются жуки со слабыми крыльями или среднеразвитыми крыльями, то ветром их сдувало в океан, и они потомство не оставляли. Вот таким образом произошла элиминация промежуточного фенотипа со средними или слабыми крыльями. Это вот пример дезруктивного отбора. Чтобы вам было легче, еще раз вернемся. Формы естественного отбора. Движущий был один фенотип, сменился на другой, потому что изменилась среда. Стабилизирующий среда не меняется, и норма реакции направлена на следние значения. В общем-то все должны быть более-менее одинаковые в популяции. А дезруктивный формируются два фенотипа, две нормы реакции, которые существуют, одна независимо от другой, и оба существуют успешно. Ну и в завершении Тяж Дарвин утверждал, что из поколения в поколение в результате наследственной изменчивости борьбы за существование естественного отбора виды изменяются в направлении все большей приспособленности к условиям средообитания. И эта приспособленность не абсолютно, она носит относительный характер. С этим трудно не согласиться. Естественно, отбор вызывает расхождение, дивергенцию признаков внутри вида и может привести к видообразованию. Это постулат тоже правильно, он тоже входит в синтетическую теорию. Способность организмов выживать в борьбе за существование не обязательно связана с более высокой организацией. Поэтому наряду с высокоорганизованными формами жизни существуют и низкоорганизованные. Например, паразиты. Многие студенты спрашивают, почему все амебы не превратились в людей, например. Потому что эволюция происходит немножечко не так, как это показывают в научно-популярных фильмах и мультиках. И если организм устроен примитивно, но он хорошо приспособлен проникать в организм хозяина, хорошо знает, как там выжить, то есть он умеет занимать свою определенную нишу, ему не надо усложняться. Он вместо того, чтобы усложнять свое строение, он усложняет жизненные циклы, становится более плодовитым и хорошо знает иммунную систему и привычки своего хозяина, что и происходит в случае с паразитами. Итак, результатами естественного отбора является видовое многообразие, так называемая его творческая роль, приспособленность организма к условиям окружающей среды, постепенное усложнение и повышение уровня организации живых существ. Несмотря на то, что у нас существуют примитивные формы, мы считаем их примитивными, одноклеточные, эволюция все-таки идет по пути усложнения живых существ, по крайней мере в данный момент. Чем лучше адаптирован организм к среде обитания, тем более он жизнестойк, но абсолютной адаптации достичь невозможно, это процесс безграничный. Почему? Меняется наша планета, меняются условия, вынужден меняться организм. И поэтому биологическая эволюция никогда не прикрептится. Итак, почему до сих пор мы не используем учения Чарза Дарвина? В чем же его главная ошибка? В начале 20 века получила развитие новая наука, которая не была во времена Чарза Дарвина. То есть Чарз Дарвин абсолютно верно сказал, что есть движущие силы эволюции. Но он не говорил, он не мог объяснить, откуда у потомства берутся новые признаки, которых никогда не было у родителей. были кореглазые люди, первобытные, и стали у них рождаться голубоглазые дети. Откуда появились голубые глаза? Чарз Дарвин говорил, что все признаки наследуются от родителей. Но как выявляются признаки, которых никогда в жизни ни у кого из родителей, их предков не было? Вот на этот вопрос Чарз Дарвин не мог дать ответ. И мы его за это ни в коем случае не виним. Генетика как наука о наследственности изменчивости должна была играть для дарвинизма определяющую роль, поскольку материалом для эволюции по Чарзу Дарвину служила наследственная изменчивость. Тем не менее, возникла ситуация, когда быстрый прогресс генетики в самом начале нашего столетия возложил основу для пересмотра основных положений теории Чарза Дарвина. Установив явление мутации, то есть внезапных, резких, наследственных изменений, генетики перестали придавать решающее значение в эволюции естественному отбору. То есть вы все прекрасно поняли, что голубые глаза появились в результате мутации, скачкообразного изменения гена цвета глаз. И здесь, в начале 20 века возникла уже другая проблема. Ученые так обрадовали, что они открыли мутации, что они решили, что именно мутации являются основной движущей силой эволюции, что естественный отбор никакой роли не играет, и что учение Чарза Дарвина можно вообще забыть. То есть они склонялись, что мутации сами по себе будут в части отбора, могут двигать и направлять эволюционный процесс. Апогением событий стал разразившийся в 20-х годах кризис дарвинизма. Выход из создавшегося положения подсказало само развитие ночной генетики. По мере накопления знаний в области мутагенеза выяснилось, что подавляющее большинство грубых и резко выраженных спонтанных мутаций оказывают повреждающий эффект, снижающий жизнестойкость. Как это понимать? Дело в том, что вы учили на генных болезнях, что наследуются только генные мутации. Синдром Дауна в 99,9 случаев не наследуется. Множество мутаций приводит к гибели эмбриона еще до рождения. И поэтому оказывать какое-то влияние на эволюцию, то есть создавать новые сложные организмы, но они в принципе не могут. То есть далеко не все мутации наследуются и позволяют организму вообще родиться и дожить хотя бы до половозрелого возраста. Тем более многие мутанты являются биологически стерильными, и потомство не оставляют. Поэтому советский ученый Четверяков сказал, ребята, обратите внимание, что длительное сохранение макромутации, что такое макромутации, это так раньше называли генные мутации, простите, геномные мутации и хромосомные аберрации. Практически невозможно. Но совсем по-другому дело обстоит с малыми изменениями, микромутациями, с генными мутациями. Вот они действительно могут стойко передаваться и закрепляться в поколениях. Четверяков это советский ученый, который является одним из создателей популяционной теории эволюции. Сергей Сергеевич родился в 1880 году в Москве. Он был русским и советским биологом, генетиком, эволюционистом, сделавшим первые шаги в направлении синтеза менделевской генетики и эволюционной теории Тярза Дарвина. Он раньше других ученых организовал экспериментальное изучение естественных свойств у естественных популяций животных. Эти исследования позволили ему стать основоположником современной эволюционной генетики. В этой области Сергей Сергеевич Четверяков выступил как новатор, определивший на многие десятилетия пути развития мировой биологической науки. Работа Четверякова, особенно его основной труд о некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения системной генетики, опубликованной в 1926 году, легли в основу синтетической теории эволюции. То есть, Сергей Сергеевич Четверяков сказал, что природные популяции чрезвычайно насыщены разнообразными мелкими рецессивными мутациями. При соответствии условиях среды они могут включаться в поле действия отбора. При этом отбор работает как со вновь возникающими незначительными изменениями, как цвет глаз, так как и с огромным фондом, накопленным в популяциях. И с учетом естественного отбора, как движущего фактора эволюции, и мутации, была создана новая теория эволюции, синтетическая. То есть, синтетическая эволюция объединяет в себе генетику, учения о естественном отборе, а также в настоящее время и экологию. То есть, в суть еще раз этого процесса в популяциях постоянно образуются мутации. Вы знаете, что на организм постоянно влияют мутагены, и не всегда ДНК может себя отрепарировать. Огромное количество и даже в наших с вами организмах накапливается именно так называемых нейтральных или молчащих мутаций. И в какой-то момент эти мутации могут сыграть какую-то свою решительную роль. Она может быть и хорошая, и плохая. То есть, в результате мутации, скорее всего, у человека развернулся и стал противопоставленным большой палец. То есть, появилась возможность захвата и манипуляции предметами. То есть, человек стал способен выполнять какую-то работу руками. Верхней конечности. Это, по сути, тогда не было, наверное, руками. Появилась необходимость контролировать эту деятельность. Появилась необходимость коммуницировать, чтобы сделать что-то полезное. что-то полезное позволило добыть больше еды и позволило повысить выживаемость. То есть, было признано естественным отбором как полезный признак. Но и, конечно же, бывает обратная сторона. Накопление вредных мутаций, которые мы называем также летальными и сублетальными, могут привести и к вымиранию популяции, и к вымиранию целых видов. Поэтому это очень интересные процессы. Итак, основные постулаты синтетической теории эволюции. Центральной единицей эволюции является вид. Вид состоит из множества морфологически, биохимически, экологически и генетически отличных, но репродуктивно неизолированных единиц, популяций и подвидов. Обмен аллелями возможен лишь внутри вида. Вид представляет собой генетически целостную и замкнутую систему. Что это значит? Что у каждого вида существуют свои генетические критерии, и скрещивание между разными видами невозможно, даже близкородственными. если это происходит, начинается уже процесс нового вида образования. Материалом для эволюции служат изменения следственности мутации и с помощью полового размножения эти мутации распространяются внутри популяции. Мутационный процесс, волны численности, древгенов, изоляция это факторы, поставщики материала для отбора. Они носят случайный и ненаправленный характер, спонтанный характер. Единственный направленный фактор эволюции это естественный отбор. Направленный фактор это значит фактор, который имеет какую-то конечную цель. Какую конечную цель выживания наиболее адаптивных особей. Наименьшей эволюционной единицей является популяция а не особь. Итак, еще раз, центральной единицей эволюции является вид, а основной единицей эволюции является популяция. Одной особи для эволюции мало. Даже если особи имеют какой-то полезный признак и может его передать полным путем, она может в любой момент погибнуть. Этот полезный признак никому не передаст. Эволюция носит как правило дивергентный характер. То есть один таксон может стать предком несколько дочерних таксонов. То есть от одной популяции может сформироваться несколько новых видов. Об этом поговорим чуть позже. Итак, факторы эволюции. Более подробно теперь о постулатах. Есть ненаправленные факторы и направленные факторы. ненаправленные факторы. Это факторы, которые возникают спонтанно, случайно, как мы думаем. Это мутация. То есть какие-то новые гены, новые признаки. Бывают полезные, вредные, нейтральные. Цвет глаз это нейтральный признак. Болезнь ТСАКСа, гемофилия это летальный признак. Изоляция, популяционные волны и дрейф генов. Итак, популяционные волны. Как же они влияют на эволюцию? Популяционные волны это сезонные колебания численности организмов. Какое-то время года в популяции живет, когда популяция содержит много особей, большое число, в какое-то время года число особей снижается и потом вновь увеличивается. Это может быть связано с климатом, это может быть связано с межвидовой борьбой, хищник-жертва и так далее. Как влияют популяционные волны на эволюцию? Допустим, посмотрите на этот пример. Здесь в популяции до прохождения волны живут особи с темной окраской и рыжей окраской. В момент какого-то катаклизма, когда численность популяции снижается, популяции остаются преимущественно рыжей особи. И когда волна прошла, следующий рост популяции, при следующем росте популяции в ней будут обнаруживаться особи с рыжей окраской. То есть почти не будут встречаться особи с темной окраской. Как это можно рассмотреть на примере человеческих популяций? Классическим популяционной волной у человека считается эпидемия. То есть до эпидемии у человека есть особи сильная слабая иммунная система с определенными особенностями. После прохождения волны выживают люди с особой функциональностью иммунной системы. И после того, как эпидемия закончилась, в человеческой популяции преобладают люди с определенными особенностями иммунной системы, которые до этого были достаточно редкими. То есть если до прохождения волны преобладали одни генотипы, после прохождения могут преобладать совершенно уже другие. Следующие постулаты. Эволюция носит постепенный внезапный длительный характер. Видообразование представляет собой постепенное изменение генофонда популяции, которая заканчивается репродуктивной изоляцией. Мы вернемся к изоляции попозже. Имеется две формы эволюции. Имеется макроэволюция. Эта эволюция на уровне выше вида, но она идет лишь путем микроэволюции. Эволюция не носит направленного характера, цели, но она прогнозируемая. Оценивая возможное влияние среды можно предсказать общее направление эволюции. Синтетическая теория эволюции является продолжением и развитием дарвинизма. Она обогатила эволюционное учение, обосновав представление популяции как основной единицы эволюционного процесса. эволюционного центральной единицей эволюции является биологический вид. Вид это широко распространенная структура, которой называют совокупность родственно связанных особей с общими морфологическими признаками, населяющими определенный ареал и способных свободно скрещиваться и оставлять плодовитое при выделении и разграничении видов используются критерии вида генетический, морфологический, физиологи-биохимический, географический и экологический. Самый главный критерий вида, то есть у нас бывает проблема, что организмы схожи, но они относятся к разным видам. Как выделить, что это вид организма? Я напоминаю, что вид состоит из двух латинских названий, например, аскорида аскорис люмбрикоидес. Как отличить аскориду от дождевого червя? Главный критерий вида это его генетическое единство. Каждый вид имеет строго определенный набор хромосом, кариотип, видовой критерий, что определяет его уникальность и целостность. Вид образует наименьшую генетическую закрытую систему. Генофон природе, который в живой природе достаточно защищен. Как защитить свой кариотип от других? очень просто. Защита достигается невозможностью полового процесса, невозможностью скрещивания с особями других видов, даже морфологически очень схожих. Морфологические критерии. Разнообразие видов природе чрезвычайно велико. Отдельные виды имеют свои морфологические параметры. В одних случаях различия между видами выражены резко, в других наоборот сглажены. То есть у нас имеются такие так называемые виды двойники. Но опять-таки этот критерий достаточно размыт. Поэтому в настоящее время мы пользуемся генетическим критерием. Генетические критерии в настоящее время, чтобы вы знали, это не только кариотип, но еще и определенная совпадение по нуклеотидным последовательностям. То есть как при определении особства у людей определяют определенные нуклеотидные последовательности, так у особей предполагаемых схожих видов тоже их определяют. И бывает очень значительная разница. Физиологи биохимические критерии. Каждый вид представляет отдельную биологическую систему, которая имеет свой принцип функционирования. Принцип базируется на определенных физиологических и биохимических показателей. То есть у каждого вида свой состав белков, аминокислот, своя температура тела у нас 36,6 по мышечной впадине, у птиц нормальная температура 40-45 градусов и так далее. Кроме того, биосинтез некоторых органических средин может осуществляться сходными путями у отдельных видов и наоборот резко отличаться от близкородственных видов. Например, у нас обезьян кровь абсолютно несовместима. И не только кровь. Географические критерии. Виды могут занимать определенные ареалы. Размеры ареала и формы и положение биосферы являются важными показателями, поскольку они диктуют границы условий, пригодных для жизни вида. Но опять-таки ареалы могут у разных видов совпадать. Экологические критерии. Видам свойственен специфический набор адаптаций, обеспечивающий размещение представителей каждого вида в строго определенной экологической нише. Экологическая ниша это сумма всех средовых факторов, действующих на данный вид. Бывая, что даже у видов двойников экологические ниши не совпадают. То есть кому-то требуется больше солнца, кому-то больше влажности, характер питания. Вот кто-то питается листьями, кто-то питается почками деревьев, кто-то питается цветами, нектаром и так далее. Вид состоит из соподчиненных групп. И основой вида по сути всегда служит популяция. Виды могут состоять из одной популяции вымирающей, бывают виды, которые состоят из множества популяций. Например, как человеческие популяции. Надпопуляционные группы животных это расы и подвиды. Внутри популяционной группы растений это биотипы. Популяции называют совокупность особей данного вида, длительно населяющих ограниченный ареал, относительно обособленных внутри вида, способных свободно скрещиваться и давать плодовитое потомство. То есть популяция это совокупность особей одного вида, которые населяют определенный ограниченный ареал и относительно обособлены от других популяций. Например, популяция Москвы и популяция Симферополя. Это человеческие популяции, люди могут свободно перемещаться между двумя территориями, но все-таки какое-то расстояние различия даже в жизненном укладе между ними существует. Популяция характеризуется морфологическими, экологическими и генетическими критериями. То есть если у вида семь критериев, у популяции их три. Морфологические критерии популяции. Популяция одного вида имеет общий морфологический план строения. В то же время они отличаются друг от друга некоторыми качественными показателями. Ну, например, популяция Симферополя и популяция Дели, или популяция Бангкока, или популяция Нигерии. То есть понятно, что какие-то морфологические отличия существуют. Экологические характеристики популяции. Сюда относят численность, величину ареала, возрастной состав, половой состав, динамику, прибыль, убыль, рождаемость, смертность, эмиграцию, эмиграцию. Если мы говорим о человеческих популяциях, сюда еще вносят какие-то культурные различия, экономические уровни. И вот эти экологические характеристики, если мы говорим о человеке, мы называем их еще демографическими. И, конечно же, третья характеристика важнейшая, которая и объясняет синтетическую теорию, то есть как мутации изменяют вид. Это генетические характеристики популяции. Любая популяция представляет сложную генетическую систему. Есть свойственно с одной стороны генетическая гетерогенность, а с другой генетическое единство. Вот этот момент самый, наверное, сложный к пониманию в данной лекции. Если вы его поймете, для вас эволюция будет проходить гораздо легче. На самом деле здесь ничего сложного нет. Что это значит? В популяции постоянно накапливаются мутации. То есть особи подвергаются влиянию мутагенов, у них изменяется ДНК и могут формироваться различные новые признаки. Они могут проявляться, могут нет. Если популяция возникает новые признаки, путем полового процесса эти признаки имеют тенденцию к распространению среди как можно большего числа особей. То есть если когда-то голубые глаза появились у одного, двух, трех человек, то сейчас достаточно много людей имеют этот признак. Если раньше была первая группа крови, то сейчас уже большинство людей имеют вторую группу крови. То есть если какие-то признаки появляются, популяция они хотят похоже чем-то наверное даже на диффузию, то есть за счет полового процесса распространиться среди этой популяции как можно среди большего числа особей. Генофон популяции представлен собой совокупностью индивидуальных генотипов всех особей входящих в данную популяцию. В популяционном генофонде осуществляется постоянный обмен генами между членами данной популяции. Закон поддержания генетического равновесия популяции был установлен независимо друг от друга в 1908 году врачом Вайнберга в Германии и математиком Харди в Англии. Он гласит если на бесконечно большую популяцию в которой происходит свободное скрещивание не действуют возмущающие факторы, то частоты генов этой популяции не изменяются. Едиными словами доминантные гены не вытесняют рецессивные. Вы решали задачи на генетике и писали это равновесие где P плюс Q равняется единице. P частота доминантного гена Q частота рецессивного гена. Суммарно вероятность этих генов составляет единиц. То есть что хотели сказать Харди и Ванберг что если популяция идеальна человечество человеческой популяции из-за большого натяжка относится к идеальному тем не менее мы все равно используем этот закон не доминантный нерецессивный ген не стремятся вытеснить друг друга. То есть если популяция есть гемофилия это как бы неблагоприятный рецессивный ген но он никуда из популяции если она идеально не исчезнет даже если он летален. При оплодотворении вследствие случайных комбинаций возможны следующие свободные сочетания генов. Доминантные гомозиготы, гетерозиготы и рецессивные гомозиготы их определяют в формуле бинома Ньютона p2 плюс 2pq плюс q2 равно 1 на занятиях вы рассчитывали вероятность возник рождения в определенное время больных детей в данных популяциях число носителей так называемую величину генетического груза чем больше носителей рецессивных болезней популяции тем считается величина этого груза достаточно большая это в общем-то в будущем неблагоприятно скажется на судьбе этой популяции вот ну не буду об этом много говорить посмотрите материал по генетике за прошлый семестр и еще раз вам напомню что закон харди-вальбега который позволяет понять частоты генов популяции применим только к идеальной популяции такие идеальные популяции встречаются в человеческих популяциях крайне редко а в настоящее время еще реже за счет того что участились процессы миграции то есть сейчас как никогда происходит обмен различными аллелями между представителем различных рас этносов и так далее ну в общем-то это неплохо природных условиях имеется значительной силой расшатывающей стабильность популяции изменяющих генофонд главный фактор это мутационный процесс наряду с мутациями здесь также большая роль относится потоку генов и дрейфу генов как я уже говорила популяции это генетически открытые системы мигранты из других популяций могут преодолевать популяционные барьеры и вносить в популяции новые аллели которые передаются потомстве шансы их закрепления достаточно велики так как они уже были успешно опробированы в других популяциях кстати не всегда мигранты приносят какие-то полезные мутации они также могут привносить популяцию наследственные болезни как ни странно эти наследственные болезни могут закрепляться Например, у поселенцев белого населения в Южной Африке частота хореи Хантинтона гораздо выше, чем у их предков в Голландии. Потому что колонизаторы страдали этой болезнью многие. Она позволяет дожить до репродуктивного возраста. И эта болезнь передалась другим жителям колонии по мере того, как вот эти переселенцы закреплялись в Южной Африке. Многие студенты спрашивают, почему серповидно-клеточная анемия так часто встречается в Африке. Это же летальная мутация. Здесь тоже очень интересная вещь. Серповидно-клеточная анемия придает резистентность к малярии в гетерозиготном состоянии. И поскольку гетерозигот рождается по законам Миндаля больше, чем гомозигот рецессивных, популяция таким образом жертвует своими рецессивными гомозиготами. Поэтому даже летальные аллели могут широко распространяться в популяции, потому что при определенных условиях они дают популяции преимущество в борьбе за выживаемость. Дреев генов. К нему относятся случайные фиксации отдельных аллельных генов, безотносительно к их адаптивной ценности. Дреев генов характерен для небольших популяций с малым числом скрещивающихся. При этом уменьшается гетерозиготность, усиливается гомозиготность. В результате может произойти исчезновение одного изолилия. Действительно, дреев генов встречаются в изолированных популяциях, например, у человека в племенах, когда в популяции практически исчезает разнообразие. Почему? Потому что число популяций, особей в популяции сокращается, и рано или поздно все обитатели этой популяции становятся родственниками. И многие аллели переходят в гомозиготное состояние. Вы знаете, что гомозиготное состояние, особенно для рецессивных аллелей, это признак того, что могут возникнуть и проявиться различные генетические болезни. Поэтому дреев генов является неблагоприятным процессом для популяции. Итак, переходим к понятию микроэволюция и макроэволюция. Опять-таки, впервые этот термин был предложен советским ученым, и в дальнейшем были дополнения, и в настоящее время эти дополнения вносятся и русскими, российскими и зарубежными учеными. Итак, макроэволюция – это надвидовая эволюция, в ходе которой виды обослабляются друг от друга, образуя более крупные систематические группы типа семейства, отряды, классы, типы царства, отделы. Итак, микроэволюция – это начальный этап эволюционного процесса, синонимом микроэволюции является видообразование, и, соответственно, микроэволюция привозит к образованию новых видов из популяции. Итак, микроэволюция – это эволюция популяций, идущая под действием естественного отбора и заканчивающая видообразованием. Микроэволюция охватывает относительно небольшие промежутки времени, ее процессы разыгрываются на ограниченных территориях и включают явления в протекающих популяциях. Видообразование – это разделение во времени и в пространстве прежде единого вида на два и на несколько этапов. В ходе видообразования выявляют три основных этапа. Первое – это выделение новой видовой формы, становление вида, устойчивое существование вида. Итак, была, допустим, лисица серая или лисица рыжая, и стала появляться лисица серая. Итак, выделение новой видовой формы. Процесс микроэволюции требует факторов, поставляющих материал для эволюции. К таким факторам относят мутации, рекомбинации генов, популяционные волны. Они изменяют генетический состав популяций, и с этого начинается образование новой видовой формы. Второе – становление вида. То есть, еще раз, выделение новой видовой формы, значит, что внутри популяции появились несколько особей с какими-то новыми признаками. Например, они больше, чем остальные, или имеют какую-то необычную окраску, или умеют усваивать или синтезировать какие-то вещества, или имеют какую-то другую форму тела, или имеют какое-то другое поведение. Второе – становление вида. Становление нового вида связано с расчленением популяций и постепенным выделением отдельных популяций и состава вида. Для этого необходим фактор-усилитель первичных изменений. Таким фактором, как правило, является изоляция. Определенную роль здесь играют также адаптации конкретным условиям обитания. Становление вида, то есть отделение новых особей, особей с новыми признаками от исходных, происходит двумя способами. Географическим или аллопатрическое видообразование, аллос, другой патрос, родина, и экологическим симпатрическое видообразование, сим, один и единый вместе, ну, патрос, родина, я уже говорила. То есть у нас появились особи с новыми признаками, да, и чтобы сформировать новый вид, они должны каким-то образом перестать скрещиваться, да, с исходными особями. Это происходит, сразу вам скажу, далеко не всегда. То есть, если, допустим, особи отделились на какое-то расстояние, стая волков отбежала от исходной большой стая, они могут через какое-то время вернуться, да, или начать активно скрещиваться и передавать гены новому потомосту. Вот, но бывает так, что все-таки происходит географическое видообразование, да, которое основано на механизмах географической изоляции расходящихся популяций. И здесь может иметь место расчленение ареала исходного вида и значительно расширение ареала обитания вида. Расчленение ареала происходит в результате стихийных процессов, лесных пожаров, обвалов, разлиловых рек, континентальных разломов. При этом образуются участки, изолированные друг от друга. Естественно, отбор будет действовать различными по различным направлениям. В итоге вид распадается на географические подвиды. Примером может служить возникновение нескольких видов ландыша из древней единой исходной формы лесного ландыша Европы. Европа подвергалась оледенениям, в ней изменился климат. И какие-то популяции ландыша были отрезаны. В них накопились микромутации, генные мутации. За несколько тысячелетий различия стали настолько явными, что при встрече на одной территории некогда родственные виды перестали скрещиваться. То есть, допустим, двое людей были родственниками, уехали в разные страны, приобрели разные языковые навыки, разные культурные навыки, и при встрече они просто друг друга не узнали и не поняли, хотя были родственники. Можно привести такой вот пример. То есть, смотрите, была единая популяция, возникла преграда, которая препятствует скрещиванию, то есть обмену генетической информации. В каждой популяции накопились свои микромутации, то есть они стали разными. И если вдруг каким-то образом они вновь встретятся на едином ареале, скрещивание между ними уже будет невозможно, поскольку возник генетический барьер. Аналогическая ситуация происходит в расширении географического ареала. Не обязательно происходят какие-то геологические процессы. Иногда из-за конкуренции какая-то часть животных вынуждена покинуть свою родную территорию и отправиться в поиски новой жизни. Иногда они уходят так далеко, что не возвращаются обратно. Опять у них накапливаются генные мутации, и если они не вернулись, выжили и существуют долго, то при встрече со своими родственниками генетический обмен у них уже не происходит. Это чаще всего наблюдается у птиц, у рыб за счет расширения ареала. Здесь показано на картинке, как накапливаются микромутации и как могут отличаться популяции, если они отделятся от исходной. То есть географическое видообразование оно наиболее частое, и в нем лежат различные формы пространственной географической изоляции. Экологическое видообразование оно встречается достаточно редко. Происходит оно в пределах единого ареала и связано с тем, что отдельные группы особей занимают разные экологические ниши. При этом начинают действовать те или иные формы биологической изоляции, которые нарушают скрещивание. Классический пример – это форель в озере Сиван. У нее не совпадают сроки нереста. Связано это с тем, что рыбы проживают на разной глубине. Форель, которая живет в центре озера, где значительная глубина, нерестится в октябре. Форель в устье реки, вытекающей из озера на мелководье, нерестится весной и летом. Решающим фактором, нарушающим скрещивание рыб, служит неодинаковый температурный режим. То есть, одна популяция уже завела потомство, другая только приступает к этому процессу. Если они встретятся и захотят обменяться генетической информацией, у них это не получится, потому что одни уже начали этот процесс, а другие еще не приступали. Также к экологическому виду, видообразованию, может приводить спонтанная полиплоидия. Бывает так, что мутаген приводит к удвоению хромосомного набора, и особь просто стала больше по размерам. Это бывает у растений. Бывает также, что из-за мутации особи преодолевают межвидовой барьер, некоторые, и начинают скрещиваться с другими видами, как происходит, допустим, у некоторых культурных растений. Достаточно много механизмов, но они достаточно редки. Очень часто, кстати, это происходит на стоящее время искусственно под воздействием человека. И третье, если возникли новые признаки, если особи с ними отделились, выжили, закрепились на какой-то территории, и существуют достаточно долго, мы говорим о третьем этапе, об устойчивом существовании вида. Переход вида в устойчивое состояние означает его стабильность. Она достигается путем высокой интеграции особенного вида. Интеграция осуществляется на уровне популяции, обеспечивает их саморегуляцией. И опять-таки повторюсь, что вид должен существовать достаточно долго, в каком-то историческом отрезке определенном, чтобы мы могли его зафиксировать и сказать, что это новый вид. Макроэволюция. Называют надвидовую эволюцию. Это образование более крупных систематических групп, родов, семейств, отрядов и даже классов. И микро- и макроэволюции процесса, они взаимосвязаны. Просто если микроэволюция, она происходит достаточно быстро и обратимо, то макроэволюция занимает гораздо больше, больше временные промежутки, тысячелетия, иногда даже миллионы лет. И, конечно же, она уже необратима. Масштабы макроэволюции тоже весьма значительны. Она разыгрывается на больших территориях, затрагивает целые континенты. Ее формами является филитическая эволюция, изменение однородной группы и превращение ее в иную группу. И дивергентная эволюция, разделение прежде единой группы на две или несколько групп. Постепенные филитические изменения группы на макроэволюционном уровне складываются с преобразованием нескольких близких видов и объединение их в более крупный таксон, род, семейство, отряд и так далее. Классический пример микроэволюции. Допустим, была сова ушастая, ушастый филин. Возникла сова полярная, каким-то образом отделилась и так далее. Есть белка рыжая, есть белка серая, есть степные волки, есть лесные волки и так далее. Вы все это знаете. Если мы говорим о примерах макроэволюции, здесь немножечко сложнее, но примером может служить образование типа хордовые. Мы считаем, что у типа хордовых имеется общий предок, который называется ланцетник. Вы еще о нем услышите в лекциях. Мы считаем, что это первый организм, у которого возникла хорда. И этот организм, по сути, примитивный, является предком класса рыбы, птицы, рептилии, амфибии и, конечно же, млекопитающие, которые объединяются в целый тип хордов. То есть, вот такой вот пример макроэволюции можно привести. Направление эволюции. Как я уже говорила, эволюция носит, в общем-то, ненаправленный характер, то есть она не преследует какую-то цель, это и закономерный, природный процесс, но при всем многообразии итоги эволюции можно привести к двум проявлениям. К арогенезу и алогенезу. Арогенез это развитие группы в одной адаптивной зоне с уже сложившимися экологическими условиями, а арогенез это развитие группы с переходом в новую адаптивную зону с новым комплексом экологических условий. То есть развитие занятия, допустим, суши, занятия лесов, болот, степей, пустыни, да, это арогенез, алогенез, простите, алогенез. Если мы переходим из суши, допустим, воздух, это уже арогенез. арогенез. Примером классически может служить эволюция птиц. Для освоения воздушного бассейна древним рептилиям необходим был арогенез, переход в воздушную среду с возникновением крыла, это, кстати, называется ароморфозм, и развитие определенных отделов мозга, которые координируют движения в полете. Дальнейшая эволюция птиц шла уже путем алогенеза, когда образовалась группа водоплавающих степных, горных и других птиц. Развитие рыб это алогенез, выход рыб в наземно-воздушную среду и появление класса амфибии это арогенез. Я думаю, что здесь не сложно, здесь понятно вам должно быть. правило макроэволюции это правило необратимости да, то есть понятно, что человек в амебу при всем желании никак не превратиться. Правило прогрессирующей специализации группа вступившая на путь специализации становится все более более специализированной. То есть организм, который длительно находится в процессе эволюции, он усложняется. То есть эволюция все-таки приводит к созданию более сложных форм. Если организм выглядит морфологически просто, значит усложняется интеграция, взаимодействие с другими усложняются какие-то жизненные циклы. Правило происхождения. Новые крупные группы берут начало не от высокоспециализированных предков а от сравнительно низкоспециализированных нашим предполагаемым предком является ланцетник, которые являются очень примитивным существом. Правила чередования главных направлений. В ходе эволюции групп происходит чередование арогенеза и алогенеза. Эти чередования дают возможность выхода группы в новые ареалы и способствуют их развитию в новых направлениях. Немножечко об эволюции человека. Эволюция человека происхождение человека называется антропогенез. И если на ранних этапах эволюции человека преобладали биологические факторы, то в настоящее время факторы, которые определяют эволюцию человека являются социальными. То есть в настоящее время морфология человека не претерпевает выраженных изменений, хотя все равно некоторые ученые говорят о них. Наша популяция выживает за счет социального реагирования. То есть мы создали общество и разделили функции, которые позволяют нам реагировать на чрезвычайные условия, которые имеют службы оповещения, которые разделяют людей по обязанностям и так далее. Но вы не должны забывать про биологические факторы, вы не должны забывать про влияние естественного отбора. И конечно же в человеческих популяциях встречается мутационная комбинативная изменчивость. Примерами мутационной изменчивости являются генные болезни, количество которых постоянно увеличивается и постоянно мы регистрируем новые синдромы и наблюдаем за ними. Колебания численности людей происходят во время эпидемий, войн. И конечно же перечисленные факторы поставляют материал для естественного отбора. Вот примером которого является выбраковка гомет с хромосомными перестройками, мертворождение, бесплодные браки, смерть от болезни и так далее. Единственным биологическим фактором, который утратил свое значение в эволюции современного человека, это географическая изоляция. Я думаю, что о социальных факторах эволюции человека вы много читали в школе. Единственное, что можно дополнить, что формирование социальных навыков происходит путем обучения и возможно только в условиях человеческого общества. Поэтому орудийную деятельность наряду с общественным образом жизни и речью и мышлением называют социальными факторами эволюции человека. И конечно же есть такие ученые-футурологи, которые учитывают образ жизни человека, учитывают тенденции, делают различные прогнозы и конечно же они многие ученые говорят, что в человеческих популяциях конечно же будет возрастать доля генетического груза. Вот и конечно же роль генетики генных болезней в структуре заболеваемости будет только увеличиваться. Есть теории, что благодаря малоподвижному образу жизни человека будут хрупкие кости, на руке останется небольшое количество пальцев, будет крупный нос, чтобы фильтровать, загрязненный воздух, большие глаза. Достаточно грустная картина. В заключении лекции немножечко о популяционной структуре, что человеческая популяция входит в состав рас. У нас имеется негроидная раса, европеодная раса, монголоидная раса и самая малочисленная австралоидная раса. Вот ну и в заключении лекции хочется сказать, что микро- и макроэволюции являются лишь различными этапами единого эволюционного процесса. С возникновением нового вида возникают разнообразные формы межвидовой конкуренции. Они заметно изменяют действия элементарных микроэволюционных факторов и переводят эволюционные события на надвидовой макроэволюционный уровень. Я надеюсь, что несмотря на сложность данная лекция была вам интересна, заставила о вас задуматься и облегчит вам понимание такого нелегкого процесса, как эволюция, участником которого действующими лицами являемся все мы. Развивайтесь! Всего доброго! субтитры 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 субтитры